Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, 30 августа, и Церковь в этот день предлагает нам отрывок из Второго Послания апостола Павла Коринфяна, глава 4 стихи с 13 по 18, то есть до конца 4 главы. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я уверовал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы читаем с вами отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфинам. И апостол Павел затрагивает в данном отрывке очень проблемную для всех нас тему, очень насущную во все времена. Это проблема того, что, несмотря на то, что мы с вами христиане и обладаем доступом к Небесному Царству, через Таинство Церкви, можем пребывать в состоянии благодатном, мы все равно являемся с вами детерминированными многими вещами в этом мире, природными катаклизмами, природой и всем тем, от чего зависит все человечество и вообще весь мир. И в этом смысле мы немощны, так же, как и все люди, и, может быть, даже еще хуже. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами». Апостол Павел говорит здесь о воскресении, он говорит здесь о вере, о том, что делает нас христианами и что является главным фундаментом той живительной силы, той энергии, с которой христиане трудятся во славу Божию, на благо церкви и ближнего. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». И действительно мы должны учиться жить в благодарении, в благодарении Богу через благодать. Благодарность Богу выражается по-разному у каждого человека. И это может быть и служение ближнему, это может быть и служение церкви. И благодарность рождается через благодать. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию». Но благодать – это та внутренняя сила, которая подается верующим для прохождения того трудного жизненного пути, по которому каждый из нас идет. Каждая жизнь христианина, и не только христианина, каждого человека в этом мире преисполнена скорби и наполнила различными трудностями. Так или иначе, мы все знаем, что человек рождается, взрослеет и постепенно стареет и умирает. Все мы подвержены тлению, все мы подвержены болезням. И, как говорится, в членопоследовании отпевания, в огробии, все мы выглядим одинаково, вне зависимости от нашего положения, возраста, пола и так далее. И благодать подается нам для того, чтобы мы преодолевали все те скорби, которые встречаются нам на пути. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренняя себя дня на день обновляется. И действительно, мы рождаемся, мы возрастаем. И возрастаем сначала телесно, а потом начинаем стареть. И поначалу в человеке очень мало духа, очень мало воли. Это все воспитывается. Это все воспитывается в культурном пространстве той нации, той страны, той культуры, в которой рождается человек. И с возрастом человек сначала приобретает, набирает силы, сначала физические, потом он приобретает какие-то знания, знания рациональные, и постепенно укрепляет свой дух. Но по мере укрепления духа, по мере укрепления воли человеческой, начинает слабеть его тело. И когда дух уже преисполнен силой, тело уже обычно обременено различными болезнями, скорбями и немощами. Это вновь и вновь показывает, что несмотря на то, что мы, как христиане, обличены в славу и имеем этот доступ к славе Божией через таинство церкви, через молитву, все равно мы живем в условиях этого грешного падшего мира, и здесь мы полностью в своей телесной жизни зависим от этого мира, и как бы то ни было, все равно мы все стареем и умираем, и мы болеем, так же, как и все люди. Это еще раз показывает, что вся наша слава, благодать, та внутренняя сила и энергия, которая есть в христианине, это от Бога. А немощь и скудость нашего тела – это человеческое. Это то, что не перейдет в жизнь будущего века. Но для нашего смирения, для нашего понимания того, кто есть источник жизни, кто есть источник радости и благодати, мы живем в таких вот условиях. До поры до времени, до второго пришествия, когда, как сказано в книге Откровения Иоанна Богослова, увидел я новое небо и новую землю. И мы с вами, дорогие братья и сестры, увидим новое небо и новую землю. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Апостол Павел – это тот человек, который на себе самом и примером своей жизни показал нам действительно подвиг христианского аскетизма и христианского делания. Он, как никто другой, знает о том, что такое болезнь, что такое немость человеческого тела. И он претерпел в своей жизни очень много скорбей. Мы знаем это из книги «Деяния святых апостолов», как его множество раз избивали, и иудеи по их религиозному обряду, и по разбойники на дорогах. Он терпел жажду, голод, был множество раз в заточении, в опасностях различных, как и сам он пишет в одном из своих посланий. Но так или иначе он знает, знает все проблемы человеческого быта, человеческой жизни, и знает всю немость человеческого тела, человеческого естества. И в то же время он говорит о том, что наше земное страдание легкое, и в сравнении с тем, какую славу мы приобретем за это страдание в жизни будущей. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечное. Действительно, мы должны в нашей жизни ориентироваться не на временные ценности этого мира, и относиться к ним не как к самоценным целям, а как лишь к средствам. И полагать все наши стремления, всю нашу духовную жажду в жизни будущего века, жизнь вечную, устремлять туда свой взор, как мы произносим всякий раз устами священника, вся община молится, устами дьякона. Но эту фразу произносит священник за богослужением. «Горе имеем сердца». То есть направлены в горне, ввысь, в то невидимое, что так всегда тянет человека своей неизведанностью, а христианина тянет своей благодатью, которую человек вкушает и уже больше не может жить без нее, понимая, что все в этом мире временное, а вечен только Бог. Поэтому будем обращаться к Богу и читать Священное Писание. Будем молиться, и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его сторони обращается к нам. Всем радости о воскрешенном Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова